У Вероники сегодня первый урок. Девочка любит читать и писать. Профессию в будущем хочет творческую. Говорит, что с одноклассниками еще толком не познакомилась, но уверена, класс будет дружный. Этот день ждала с нетерпением. Чуть-чуть переживала, потому что мы долго собирались, и я думала, что мы опоздали. Артем – одиннадцатиклассник. Олимпиады по химии и биологии – его конек. Профессиональное направление уже окончательно выбрал. Будет врачом. И даже семь лет обучения после школы его не пугают, потому что преподаватели привили любовь к образованию. Говорит, сегодня испытывает смешанные чувства. С одной стороны, грусть, потому что это уже родное место. Я тут уже, считайте, половину жизни прожил, даже больше. Ну а с другой стороны, радует, что начинается новая жизнь, что-то новое будет, интересное тоже. Сегодняшняя линейка Артему понравилась. Было не так много школьников, и все прошло организовано. А главное – с соблюдением мер безопасности. Поздравить первоклассников и будущих выпускников собрались родители, преподаватели и гости. Это торжественное, очень трогательное мероприятие для детей, для родителей. Тем более в этом году особенно, когда мы все – и родители, и дети, и учителя – пережили то, что мы пережили в конце прошлого учебного года. Я имею в виду и дистанционное обучение. Мы все очень ждали этого. Я сейчас, наверное, больше говорю как родители, потому что у меня тоже есть дети. Они тоже сегодня пошли в школу. Мы все очень соскучились по школе. Я сейчас, наверное, говорю и за детей, и за родителей, и за педагогов. И очень-очень ждали этого дня. Планы на ближайшее будущее грандиозные. В рамках национальных проектов учебное заведение модифицирует систему питания и инфраструктуру. У нас помещение появилось новое специально для работы с первоклассниками. То есть все дети, которые придут, они пройдут тестирование через психолога. Каждому будет дана психолог-педагогическая карта для родителей, для учителя и, естественно, самому ребенку. Для того, чтобы у всех были равны шансы по окончании первого класса. Сделано это для того, чтобы у первоклассников, которые сейчас имеют разный уровень подготовки, не было отставания от учебной программы. Игорь Канарский заверил, и детям, которые только начинают адаптироваться, и их родителям в гимназии окажут всестороннюю поддержку.